МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И главный библиотекарь библиотеки номер 8 Наталья Федоровичева. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, что меняется в ваших библиотеках? Потому что меняется жизнь, время, информационное наполнение нашей жизни. А как библиотеки идут в ногу со временем с таким интересом? Менеется на самом деле все. И яркому тому подтверждение у нас модельная библиотека, но о ней Наталья Борисовна попозже немножко расскажет. А я хотела бы рассказать о Центральной библиотеке имени Крупской. Несмотря на то, что мы носим такое название. Историческое связанное с революцией. Да, мы идем, как вы сказали, в ногу со временем. Меняется формат чтения, меняются книги. Они становятся интереснее, они становятся доступнее. У нас в Центральной городской библиотеке не только бумажные носители, но и электронные теперь. Также читатель может продлять книги по телефону, как было раньше, но и через социальные сети. Мы есть практически везде. Фейсбук, Инстаграм, Контакт. Ну то есть мы для читателей. Это очень важно на самом деле, не только для молодежи. Сегодня все ориентированы на социальные сети, и очень легко найти там информацию. Это очень удобно, это очень удобно, и мы говорим на одной волне. Есть такая книжка, да, конечно, приходите. Можно продлить книжку до такого числа. Когда можно прийти к вам на мероприятие, или там записаться на мастер-класс, все онлайн, очень удобно. Да, это действительно очень удобно. Я думаю, что для библиотеки Натальи Борисовны тоже актуально, потому что вы ориентированы на молодежную аудиторию. Как с ней работаете, как общаетесь? И существует такое опасение, что книги из жизни молодежи будут постепенно и сейчас уходят, потому что все они в интернете, все, значит, они в этом мире. А книги вот такие традиционные, в переплетах уходят уже. Ну, нужно помнить в первую очередь о том, что молодежь – это прежде всего диалог. И диалог бывает разный. Он может быть молчаливым, как в сети, в интернете. И может быть живым. А вот этот живой диалог, как раз дефицит этого живого диалога, восполняется в нашей библиотеке. И именно это привлекательно для нашей аудитории молодежной. А каким образом? Что вы разговариваете? Диспуты, дискуссии у вас, лекции или что? Ну, во-первых, хочу начать с того, что наша библиотека номер 8 выиграла в национальном проекте «Культура». И мы стали победителями и в результате приобрели в статус модельный. То есть наша библиотека в городе – это своего рода образец, образец, ориентир для развития другим библиотекам. И мы должны быть не только образцом, мы должны рисковать. Мы проводим эксперименты какие-то, проводим мероприятия нехарактерные для библиотек, может быть, мессивного города. Да. И внедряем в результате проекты, которые привлекают прежде всего молодежь. И вот я уже сказала, что диалоговые формы сегодня особенно привлекательны. И каждый проект, который мы реализуем на площадках нашей библиотеки, он предусматривает диалоговые включения, что ли, молодежи, и эмоциональные. И если это понятно в случае с театром, где можно диалог увидеть, но в случае, например, в другом проекте, где диалог не предусматривается, в открытом виде, как, например, выставочный проект. Здесь, несмотря на это, мы все-таки увидим этот самый диалог, потому что каждый экспонат в нашей библиотеке, а наша библиотека вообще является библиотекой, где выставки являются лицом, визитной карточкой. Таких выставок в городе, пожалуй, вы не увидите. Мы внедряем особый вид выставок, где эмоциональное включение предполагается изначально. И индивидуально может каждый читатель, увидев любой материал, вступить в спор с представленным материалом. И с самим собой, наверное, тоже диалог вести. И в первую очередь, и с темой, и с проблемой, и с автором. А когда группа собирается, соответственно, дискуссия возникает по поводу увиденного. Ну, это своего рода новый вид библиотечной выставки, которых практически пока что мало, и мы работаем над тем, что это будет интересно. Да, и надо прийти и обязательно попробовать, потому что не всем это подойдет, наверное, не все это примут, но попробовать стоит, потому что это новое. И, как мы сказали, непривычное, нетрадиционное библиотеку. И как часть больших проектов. Выставочные проекты – это все-таки часть больших проектов. Как, например, в случае проекта «Казимир Малевич». Тут выставка и плюс спектакль. И все вместе образует один большой проект «Казимир Малевич». Да, очень интересно. Действительно, Валентина, наверное… А я, знаете, хотела процитировать одного нашего коллегу, американского, но, может быть, не точно, но, в общем, он говорил о том, что есть хорошие библиотеки, которые обслуживают читателей. Есть лучшие библиотеки, которые комплектуют фонды. Есть великие библиотеки, которые формируют сообщества. Вот хочу сказать, что Центральная библиотека, она как раз формирует вокруг себя очень много литературных сообществ. И я могу вас с ними познакомить. Например, вот если говорить о молодежи, которая приходит в 8-ю библиотеку, в любую другую нашу библиотеку, а к нам они приходят, например, на проект Валерия Бондаренко. Да, известный наш журналист. Да, поиск утраченной ценности. Валерий рассказывает о различных поэтах, писателях, культурных деятелях Серебряного века. И делает это, ну, вы знаете, с таким… Своей манерой. Да, да, да. Своей манерой, что просто невозможно к нему не тянуться. Центральный зал Крупской битком набит от желающих вот прикоснуться к прекрасному. Мы ведем онлайн-трансляции, мы ведем канал на YouTube и выкладываем все его лекции в сеть. То есть это пользуется популярностью невероятной. К нам приезжают из Москвы, из Питера, смотрят нас в других уголках России. Это вот что касается одного сообщества, например, которые очень популярны. Еще есть одно не менее интересное. Оно для любителей чтения. Если вы любите читать, если вы увлекаетесь поэзией, то вам к нам. Николай Тимофеевич Рымарь, он в обществе Рильфе рассказывает о погружении в поэзию, о том, как нужно читать, вдумчивое чтение. Это вообще невероятная атмосфера, царит у нас на его лекциях. Рильфе как пример, как можно писать, как можно читать. И, соответственно, пример других поэтов, тоже изрубежных, в том числе. Я хотела как раз задать вопрос вам, меняется ли вот это отношение к чтению сегодня, сама манера чтения, наверное, нельзя сказать, потому что все ускоряется, информации много, все убыстряется, и темпы даже принятия этой информации ускоряются. А само чтение меняется как-то, потому что нет ли такой опасности, опять же, что и чтение будет таким же поверхностным, быстрым, легким, невдумчивым? Вы знаете... Или от чего это зависит? Бытует вот мнение, например, что молодежь не читает. Многие говорят, да, да мы там свое время читали. Молодежь читает, это я вам могу сказать, как библиотекарь, выдающий книжки и общающийся с читателями. Но просто изменился формат чтения. И читатели наши, они берут книги и просматривают из них, вырывают главные мысли. И сейчас даже новые книги, если вы обратите внимание, они сделаны так. То есть абзацы, в блоки какие-то, в аннотации, то есть все сразу понятно. То есть ты открываешь книгу и с первых страниц понимаешь, это нужно тебе или нет. Если нет, то ты берешь следующую по тематике. Если не нужно, ну, то есть ты обращаешься дальше за следующей. Если нужно, ты читаешь и читаешь и читаешь. Книги тоже перестраиваются, подстраиваются. Наталья Борисовна, а как, из какого возраста нужно учить детей читать? Вот с какими сегодня дети начинают вот читать? С рождения. Не учить читать, а любить книгу. Приобщать к чтению. Но это начинается с семьи. Если родители читают или читали и продолжают читать, соответственно, ребенок в будущем тоже будет читать и заинтересуется книгой. Не обязательно печатной, а в целом литературой. Особенно рекомендуют специалисты читать с рождения стихи, даже до рождения, я вам скажу. Да, потому что считается, что уже в трубе матери ребенок слышит. Ну так же, как говорят, что музыку нужно слушать, и власть на классическую. Поэтому вот этот вопрос, он скорее риторический, потому что чтение с рождения, это уже давно целые проекты, большие, написаны, об этом споры как бы продолжаются, но не в кругу специалистов, потому что мы даем однозначный ответ, нужно с рождения приобщать к книге. И я вот хотела дополнить по поводу приобщения к классической литературе, которую якобы не читает молодежь. Валентина говорила, что молодежь, тем не менее, хоть и говорят, что не любит и привычную книгу не читает, на самом деле, вот я опять-таки базируюсь на нашем опыте, отправляя к нашему проекту театральному голоса пьес, есть такой у нас проект, в рамках которого проводятся читки классических произведений для молодежи. Вы знаете, наши залы полные, молодежь приходит именно на чтение этих произведений, казалось бы, совершенно неинтересных, как мы так думаем, например, «Горький вассо-железново» пьеса. Пьес, серьезная, даже не проза, и молодежь не просто приходит слушать, хотя это важно, но им важно услышать иную точку зрения, ориентир получить, правильно ли они понимают, и как другие к этому относятся. И вот после читки таких произведений, в том числе классических и современных, конечно же, тоже случаются время от времени, происходит активное, живое обсуждение этого произведения. Удивительное время мы живем в удивительное. Да, и вот это многие думают, что на самом деле это ушло в прошлое, но это, я бы сказала, возрождается, пожалуй. И вот для современного времени особенно характерно увлечение, новая, что ли, волна, всплеск, увлечение поэзией, именно молодежи. Ну, конечно, в первую очередь они считают то, что пишет молодое поколение, не случайно популярен стал жанр рэп. И вот в рамках проекта Рильки, Рильки, мелодия вещей, мы на площадке восьмого филиала, как раз-таки мероприятие у нас было, посвященное поэзии Рильки, и наши гости, наши читатели принесли стихи Рильки, но продемонстрировали, прочитали, используя музыку, то есть в жанре рэп. Да, интересно. Да, это было невероятно. Это соединение, перекличка времен, поколений, все вместе. Интерес, он возродится, он не угаснет, смотря как преподнести литературу, ту же поэзию, те же стихи. Понятно, и даже библиотекарям, мне кажется, самим сегодня интересно и жить, и работать, да, в такое время, потому что все меняется. А в чем специфика работы в библиотеке меняется? Потому что раньше это была одна методика, методы общения с читателями, сегодня это совершенно... Это очень интересно, работа библиотекарем, это что-то невероятное, потому что если ты хочешь высказаться как-то, научную какую-то, да, вещь, то ты пишешь доклад, едешь на конференцию, пожалуйста, выступаешь. Если ты любишь детей и хочешь донести им какую-то информацию, пожалуйста, ты проводишь мероприятия, устраиваешь конкурс, то есть работаешь с детьми. Хочешь ты артист, хочешь ты режиссер, хочешь ты сценарист, хочешь ты аниматор. Все свои творческие способности тоже можно реализовать в библиотеке. Конечно, да, и при всем при этом присутствует книга, когда мы визуализируем, например, наряжаясь персонажей, да, там, сказок, литературные персонажи, художественные произведения, то есть мы им показываем, как могла бы выглядеть, там, например, я не знаю, Анна Каренина, Меточка Незваного, та же Золотая Рыбка, то есть все реально, все интересно, и мы повышаем квалификации, у нас проходят конкурсы, там, лучший библиотекарь ГУДА, и многие другие, то есть площадка просто огромная для реализации, приходите работать в библиотеку, у нас есть карьерный рост, у нас очень интересно. Да, действительно интересно, на самом деле, меняется жизнь и в музеях, вот так же по аналогии, да, музеи становятся современными, библиотеки другими совершенно. Вчера приходили к нам ваши коллеги, и мы говорили о современных писателях, они выделяли Евгения Водолазкина. Кого, кроме этого писателя, вы могли бы порекомендовать из современных, интересных, которые заставят, может быть, понять нынешнюю нашу реальность, о чем-то вот задуматься? У нас сейчас есть проект Михаил Тарковский, то есть это интересное очень имя в нашей российской литературе, но он необыкновенен, то есть он необычен, то есть он самобытен, да, он самобытен, и вся его жизнь, его творчество, в него нужно погрузиться, и мы советуем прочитать. Так, запомнил, Михаил Тарковский, а из поэтов, Наталья Борисовна, из современных, вот вы говорили, что в основном-то рэп, все-таки еще кроме... Вот возвращаясь теперь опять к детям, поскольку все начинается с детства, мы родимся из детства, и я бы порекомендовала такой сборник, который читают и дети, и взрослые, то есть вне возраста, книга увлекательная, в любое время, в любом возрасте, это сборник под магическим названием «Все наоборот». Это сборник поэтов-абсурдистов, как бы я сказала, но в жанре поэзии-абсурда работающих, среди них, как ни странно, может быть, многие уже забыли, такое имя, как Даниил Хармс, а сегодня ближе нам Андрей Усачев, вот такие поэты, перекличка опять же поколений, и все они в жанре абсурда писали, а взрослые, которые обожают перевертыши и играть не только с детьми, но и шутить, использовать цитаты из таких стихотворений, им тоже будет интересен этот сборник. И я, знаете, неустанно предлагаю этот сборник все наоборот, как детям, их родителям в первую очередь, и молодежи, и взрослым тоже. Ведь любой читатель, он хочет быть услышанным, увиденным, принятым, понятым, и вот это все вместе, если читать такие стихи, в будущем как раз воспитывает умение разглядывать хорошее и быть понятым, благодаря тому, что ты можешь общаться с теми людьми, которые тебе интересны, а интересны они в первую очередь потому, что вы в одном кругу познания литературы, стихотворений, песен и так далее. Да, можно взять на заметку обязательно, все наоборот. Все наоборот. Все наоборот. А когда библиотека, как в рекламе говорится, а сейчас мы идем к вам, когда вот вы выходите из своих стен и может быть в каких-то детские социальные учреждения выезжаете, что-то вот у вас есть такая деятельность? Ой, вы знаете, у нас очень много социальных партнерств, с кем мы только не дружим. Мы дружим со всеми школами, окрестными, поскольку это ближе, и поскольку у нас много филиалов по всей Самаре. То есть тут же ваши проекты входят? Да, да, да. То есть, понимаете, мы охватываем всю Самару, получается, от Запчениновки до 116-го. И у каждой библиотеки, то есть, соответственно, есть рядом школы, детские сады, приюты, детские дома. То есть все, мы со всеми работаем общением. Центр семья, это вообще наши лучшие друзья. То есть мы проводим совместные мероприятия с ними, для них. Они приходят к нам, мы приходим к ним. Вот, техникумы, училища, институты. Просто мы дружим со всеми. С вами, например, к вам всем пришлю. Да, и приходите вы к нам. Обязательно. Как вы контактируете с горожанами? Есть какая-то связь? И что вы ждете от жителей нашего города? Может быть, кто-то книги вам какие-то преподносит, еще что-то. Вы знаете, если вы живете в сообществе, организуете это сообщество тоже? По-разному, по-разному. Сейчас расскажу, как это бывает. У нас есть постоянные читатели, которые отслеживают все наши мероприятия. И неважно, то есть, допустим, мы пишем 6+, что это для детей, они все равно могут прийти и получить что-то для себя и для свое. Есть особая группа читателей, которые, например, очень любят участвовать в конкурсах. У нас ежегодно проходит конкурс «Талантливый читатель». И вот, например, сегодня я тоже принесла, я подготовилась. Конкурс 2020 года «Талантливый читатель» Кубуче. Это к юбилею Куприна, Чехова и Бунина. То есть тут есть несколько номинаций, в которые каждый может попробовать свои силы. Можно написать фанфик. Фанфик – это продолжение. То есть мы берем какой-то рассказ Чехова, они причем есть же для разного возраста, то есть понимаете, да? Например, один из моих любимых – это «Дачники» про романтичную пару, которую идиллию нарушили родственниками, приехав и как бы убив всю романтику, которую хотели почувствовать на даче молодожены. Вот. И сочинить продолжение, то есть как бы закончилось… Развитие событий. Развитие событий. Например, да. Играем кубуче номинации. Она предполагает, если мы проиграем какую-то роль, какой-то рассказ, может быть, какого-то персонажа, то есть монолог, диалог, стихотворение, все, что как бы захотим. Вот. И следующая номинация, она предполагает иллюстрацию. То есть мы можем нарисовать рисунок по, например, антоновские яблоки, взять и нарисовать что-то, какой-то мотив, и поучаствовать. Вот есть такого рода читатели. Есть дарители, которые дарят нам книги, то есть по той или иной причине, может быть, переезд или еще что-то, да. Выкидывать их жалко и не представляется возможным, но есть же мы, библиотеки. Вот. И нам приносят в дар книги. Вы, дорогие жители города Самары, тоже можете принести к нам книги. Мы с радостью их примем, и уже наши читатели будут читать, а может быть, вы и сами станете нашими читателями. Мы будем только рады. То есть контакт, общение, все быстрое. А также все же социальные сети, да, про которые я говорила. Наталья Борисовна, вы сказали, что у вас модельная библиотека, и что это ко многому обязывает, и вот именно к новому, такому нестандартному и современному. Такая форма популярная сегодня, как мастер-классы, тоже у вас есть? Проводите? Или вы от нее отходите? Нет, 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 ни в коем случае, потому что это действительно очень современная форма работы с читателями, и главное, увлекает и привлекает молодежь и детей, и все категории читателей. Но у нас есть даже специалисты, которые проводят эти мастер-классы практически на профессиональном уровне. Это, конечно же, молодые наши специалисты, сотрудники-библиотекари. У нас вообще в библиотеке молодежный коллектив. Я, видимо, отличаюсь немного по возрастной категории, но мне очень приятно работать с молодым коллективом, где каждый предлагает чуть ли не каждый день что-то новое, предлагает внедрить ту или иную свою идею, и в этом случае... Это заряжает. Заряжает, конечно же, и они в любой момент готовы участвовать, хоть сейчас, в любой минуту им предложили, они сделали. И вот наша Дарья Макаренко, она замечательно проводит эти мастер-классы, и к нам, вы знаете, записывается за месяц вперед на эти мастер-классы, и ждут, и не дождутся вместе с детьми. А чего можно научиться? А всему... Вот это человек, Даша, которая окончила художественную школу, и имеет просто дар, что ли, руки у нее золотые. И золотые, она из всего может сделать произведение искусства. И научить, главное, научить. Вот это самое главное. И остальные, я бы даже не употребляла это слово, остальные все у нас действительно на одном уровне. Еще три девочки, которые участвуют в наших театральных постановках. У нас есть свой театр, называется Литературный театр «Сцена-8». И в рамках этого театра у нас уже создано восемь постановок. Среди них вот как раз такие спектакли «Диктатор и квадрат». А артисты кто? А артисты есть и привлеченные из театра, из театрального факультета, Института культуры в том числе. И наши воспитанные актеры, это уже победители многих конкурсов исполнительского мастерства. Есть такие. И те, кто не смог поступить на театральный факультет, но имеют талант, и желание, и желание. Да. И вот все они очень заинтересованы в таких театральных представлениях. И мы, имея такое желание, привлекаем других талантливых людей, которые не знали до того, как не посетили нашу библиотеку, не побывали на наших постановках. И те же голоса пьес, где участвуют тоже и любители, и профессионалы. И недавно в рамках проекта «Наш современник» мы устроили встречу с нашим актером, любительским Максимом Полагнюк, который является, пожалуй, даже коллегой для вас, наверное, и вот телеведущей. И он пришел и предложил побеседовать с нашей молодежной аудиторией, рассказать о том, как состояться в этой жизни, как, может быть, профессионально освоить навыки телеведущего. Это было интересно, востребовано? Это было удивительно, интересно. Вопросы, конечно же, те, которые он, может быть, и не ожидал, но умел вовремя и правильно ответить, потому что он все время в такой ситуации, так же, как и вы, когда нужно быстро найти ответ на любой вопрос. Это очень актуально, потому что даже не только на телевидении сегодня эта форма общения, интервью развивается везде, в социальных сетях, в интернете. Нужно просто отреагировать, да. И потом у нас читатели постоянные, такие, которые, ну, в общем-то, в разных профессиях уже состоялись. Например, художники Надежда Александра Нагнебеда. Да, известные. Известные. И вот они, наши постоянные читатели, и с ними у нас тоже была встреча устроена для наших читателей, и теперь они, благодаря тому, что у нас завязались очень дружеские отношения, имеют возможность устраивать, предлагать нам организовать художественные выставки с использованием тех произведений, которые они написали сами, или художники из их творческого союза. Да, интересная такая идея, Бриндина. А вообще библиотека – это уникальная площадка, где совмещаются, казалось бы, несовместимые вещи. Вот если говорить о театре, у нас проект «Театральный понедельник». Мы приглашаем к себе и профессиональные артисты. Именно в понедельник. Да, в понедельник, когда во всех театрах выходной, и зрители могут прийти к нам. Профессиональные артисты. У нас выступал Гальченко, у нас театр «Витражи», театр «Арка», наряду с любительскими театрами, которые только-только входят в этот театральный олимп. Кто-то учится, кто-то не учится. То есть там театр «Студия Надежда», новый театр «Вода». То есть они только-только возникли, мы их пригласили. Тоже очень большой был спрос на этот спектакль по Шукшину. Вот, то есть и в библиотеку можно прийти с каким-то проектом. Мы поможем, мы научим, мы подскажем. Мы просто сами можем туда влиться. Мы можем предоставить информационный какой-то ресурс. Конечно. Сегодня библиотека открыта именно для такого творческого направления, для реализации своих творческих. Вы сказали, Наталья Борисовна, несколько раз про спектакль. Как такое сотворчество с книгой и читка. И здесь интересно, что артисты, они читают произведения совершенно не как читатели, а вот обыватели. Совершенно другие смыслы вытягивают, вытаскивают, видят эти смыслы. У меня такой вопрос, как научиться читать осмысленно, видеть, что называется, между строк что-то. Вот видеть, находить эти зерна. Не просто пробегаться по строчкам и дальше, даже скорочтение уже можно читать и так, и так, и по-любому. Быстро брать информацию. Ну, собственно, для этого, наверное, и проводятся такие дискуссионные формы, литературные, когда мы учим не только слушать, но и слышать. Да. Ну и потом мастер-классы как раз-таки и по... Есть такие? Есть. У нас в библиотеке как раз руководителем проекта «Голоса-пьес» является профессиональный актер, который проводит мастер-классы по актерскому мастерству, по риторике. И все это вместе взятое дает свои плаги. Потому что можно столько открытий сделать, когда начинаешь читать по-другому. Не просто считывая информацию поверхностно, а вот вдумываясь. А есть еще, есть еще другой вариант. Вот, например, мы сотрудничаем с педагогами, которые в своих проектах, вот, например, у нас только-только запускается, в конце января он будет. Следите, пожалуйста, за новостями на нашем сайте, мы все выкладываем. Вот, например, Леонид Немцев. Лид Механика, два новых педагог. Да, это наш сотрудник, который приглашает к себе. Вот, например, вот в конце января у нас будет по Анне Карениной. Я сама училась у Леонида Владимировича. Это что-то невероятное. То есть, когда он рассказывает о таких, казалось бы, известных всем произведениях, и ты открываешь что-то новое, и тебе хочется не только прочитать то, о чем он говорил, а прочитать что-то новое и попробовать так же глубоко разобраться. Это очень интересно. Например, вы знаете, как звали лошадь Вронского? Нет. Фру-фру. Фру-фру я тоже прочитала и не запомнила. А когда мне на зачете Леонид Владимирович сказал, ну, пришлось, на перезначу идти. Да, очень интересно, конечно, много подробностей. У нас осталась ровно одна минутка. Я думаю, что нужно дать вам возможность последней показать. Да. Я же пришла, да, подготовленная. В общем, хотела бы я, дорогие жители города Самары, пригласить вас принять участие в нашем проекте, который посвящен Великой Отечественной войне. Я хотела бы сказать вот о чем. «Голоса Великой войны» — это проект исторической памяти. И мы на базе Центральной городской библиотеки имени Крупской собираем документы, фотографии, письма и вообще любое какое-то, если есть у вас документальный носитель, приносите. И мы сохраним это вместе. У нас есть возможность. Да, очень актуально и важно. Год 75-летия мы отмечаем в этом году. Поэтому спасибо вам большое за всю эту информацию полезную и важную, которую вы сегодня дали. Будем читать дальше и больше, потому что это... А мы приглашаем всех в нашу библиотеку. Будем надувидеть. Это нас обогащает, наш внутренний мир. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова